Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом ролике мы обсудим важные помощники начинающих и опытных радиоэлектронщиков. Это макетная плата и LCR-тестер. Я эти устройства приобрел на Алиэкспресс. Макетную плату я покупал два раза. Второй раз я брал отдельно только плату, она пришла в такую вот картонную упаковочку. А первый раз брал я целый комплект, который состоит из трех частей. Мы здесь имеем саму плату, жмуток проводов для коммутации и контроллер питания. Давайте разберем, в чем преимущество данной платы. Она позволяет собирать электрические, электронные схемы, не задействуя при этом метод пайки. Это идеально подходит для родителей, у которых их ребенок начал увлекаться электроникой, но они боятся, что он может повредиться паяльником, сделать ожог или вдруг там оловоспрыснет. То здесь все можно коммутировать без сын пайки. Также эта плата очень хорошо подходит для уже опытных электронщиков, когда есть необходимость проверить схему, потому что все люди ошибаются, бывают схемы, скачанные с интернета, вкрадываются ошибки, и тогда очень прискорбно и больно становится, когда ты запропаялся, а оно не работает. Стоит отметить, что данная плата, если видите, имеет двусторонний скотч, поэтому я нельзя за две, можно брать и эти платы клеить на какую-то поверхность, там пластик или что-то еще, и таким образом получить сколько нужно элементов для коммутации. Хотя на самой этой плате имеется 830 точек подключения. Обратите внимание, здесь имеются две шины, можно так сказать, один вверху и два внизу. Если расположить длинный борт платы горизонтально, а короткий вертикально. И если измерят тестером, да, ну и в принципе и так видно, что здесь получается идет как бы у нас вдоль. Если мы поставим, например, здесь в крайний и здесь в крайний два проводка, и попробуем измерить их мультиметром в режиме метра, то он покажет, что у нас как бы соединение. А получается между первым сверху и вторым сверху рядами точек, так сказать, подключения, у нас разрыв. Посредине же по-другому здесь идут, получается, вот так, поперек платы. Поэтому если мы, к примеру, захотим подключить элемент, то брат, например, я беру и вот так вдоль, в один рядок подключаю, это будет неправильно, надо вот так устанавливать поперек. Чтобы ножки стояли на двух разных полосках. Именно таким образом коммутируются элементы. И это, кстати, удобно, что вот такая плата, да. Если у нас одна плата, мы можем скоммутировать как бы схему с двумя источниками питания. Если две, то с четырьмя. Как уже говорил, так же и шел целый жмут проводов. На конце, если присмотреться, как бы есть такие держатели, что удобно брать. И они как бы вот так втыкаются в плату. И таким образом мы можем коммутировать. Очень удобно, что здесь провода разной длины, разного цвета. То есть это очень хорошо, потому что когда бывают большие схемы, то цветовая маркировка она помогает. И так же я в магазине, первом, который брал, я взял вот такой вот, скажем так, контроллер питания. Здесь мы 5 вольт подается на микро-USB гнездо. И так же вот у нас есть вот такое штыки гнездо, где можно запитать от 7 до 12 вольт. И это очень хорошо. К примеру, давайте представим, что у вас есть старая батарейка крона. Она, например, стояла в мультиметре или же в этом LCR-тестере. Она уже изрядно подсела. Имеет там 7,1 вольта. Ну, куда ее поставить? И можно поставить сюда. Я для этого что сделал? Приобрел на Алиэкспресс для кроны вот такую вот, скажем так, контактную площадочку. Надеваем ее на деле. И припаял себе, у меня есть такой крестовидный контакт. И получается, вставляем сюда. Вуаля! И получается, можем от батарейки кроны дать данный контроллер. А он будет выдавать 5 вольт. То есть здесь есть DC-DC понижающий преобразователь. Если же вы не хотите пайкой заниматься, то можно в радиомагазине купить вот такой вот джек. Здесь закручивается на винтах. Можно прикрутить этот элемент. Вставляем. И тоже можно таким образом запитывать. Подключается, как видите, здесь есть такие штыри. Устанавливаем на саму плату. Все. Запитали. Таким образом, можно подключать питание к плате. Конечно, можно и брать и другие источники. Самим изготовить. Но я выбрал это, потому что это очень удобно. И также еще обратите внимание, что здесь есть свитч или переключатель. Вот он находится у нас. И он имеет разные положения. Он переключается. И, соответственно, можно выставить либо 5 вольт, либо 3 и 3 вольта. И таким образом мы можем комбинировать 8 и 3 вольта, 2 и 2 и так далее. И играться. И получить необходимое нам напряжение. Поэтому я рекомендую купить такую плату. Она очень недорогая, но она является незаменимым помощником тех людей, которые занимаются электроникой. Перейдем дальше к второму герою нашего видеоролика. Это LCR-тест. Очень простое устройство. Здесь мы видим, есть только одна кнопка, которая включается. И у нас здесь есть контактная площадка. Контакты прижимаются вот этим рычажком. И если присмотреться внимательно, то здесь вы видите 1, 2, 3 контакты. И потом еще единичка дублируется. То есть к данному устройству можно подключить трехконтактные радиоэлементы. Какие-то такие, как транзистор, тиристор. Ну естественно двухконтактные. Резисторы, диоды, конденсаторы, катушки индуктивности и тому подобное. Как это работает, покажем на практике. К примеру, вот у меня есть вот такой вот резистор. Я вставляю их, и причем без разницы какой контакт, лишь бы он не дублировался. Закрепил. Хорошо. Нажимаем теперь на кнопочку. И показывает. Заметьте, что между контактами 1 и 2 поставлены резисторы. И те, кто знает графическое обозначение радиоэлементов, сразу видят, что это резисторы. Интересно, что именно как более, скажем так, по советскому написано. А не так, например, как ломаные линии трехугольные. Номиналом 10,08 кОм. И даже сверху, если присмотреться сейчас, чтобы было ближе видно, то подписано резистор. То есть для новичка это вообще цены нету такому прибору. Также при включении он показывает заряд батареи. Если мы включаем, то видим 8,69 Вольта. То есть контролирует заряд. Немножко подсела крона. Давайте попробуем подключить сюда транзистор. Вставили мы транзистор. Зажимается вот таким образом. Включаем. Идет тестирование. И что оно показывает? Транзистор НПН-типа. Там где контакт 1, это у нас коллектор. Контакт 2, база. Контакт 3, эмиттер. И мы видим, что коэффициент усиления HFC 94. УФ это скорее всего напряжение смещения. СПН-перехода 720 милливольт. И таким образом можно измерять любое устройство. Конечно, такой прибор стоит немножко дороже, чем обычный китайский мультиметр. Но с другой стороны, он будет хорошим дополнением к мультиметру. Потому что рано или поздно вы столкнетесь с тем, что номиналы элементов так или иначе будут отклоняться от указанных на корпусе. К примеру, вот смотрите. Вот у меня советский конденсатор К50. Не знаю, видно или нет, показывает 50 микрофарад. Это у нас здесь имеется в виду электролит, потому что есть плюсик. Попробуем измерить его. Зажали контакты. Тестируется. Показывает конденсатор. 84 целых. Я пододвину ближе, чтобы было видно. 84 целых, 72 сотых микрофарада. И видим, что ESR это сопротивление. Тоже есть один из параметров 0,88 ом. То есть видим, что больше, чем в полтора раза емкость конденсатора больше, чем заявлено. Но это потому, что он долго лежал и не использовался. И со временем с электролитами такое советское происходит. Поэтому, как видим, если мы хотим собирать какие-то такие схемы, где нужны точные номиналы элементов, а прецизионных резисторов и других устройств у нас нету, то это является необходимым таким устройством. Ну и в качестве бонуса хочу сказать, что для подключения микросхем к этой плате нужно быть более внимательным. Вот смотрите, у меня есть такая контактная площадка. Я, кстати, купил тоже на Алиэкспрессе. Рекомендую использовать, потому что очень удобно. Сюда вставляется микросхемка в эту площадку. И ты запаиваешь площадку, а если микросхема вдруг сгорела, выточу и не надо перепаивать. То микросхему, например, если подключать, и мы возьмем просто вот так воткнем, это будет неправильно. Мы видим, что у нас контакты должны находиться на разных. Поэтому для микросхемы, например, что мы можем сделать? В вот этой средней группе мы используем в первой, то есть, которая первая сверху ниже, мы используем нижний ряд. А в этой, которая, скажем, средней группе, которая более книзу находится, мы используем нижний ряд. И что мы имеем? Получается, мы вот так подключаем, показываю сбоку, поставлю, то есть, вот таким макаром мы подключаем. Вуаля! И таким образом можно подключать и микросхемы. Поэтому мы видим, что очень такая неплохая игрушечка для использования. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. У меня есть и другие ролики в плейлисте Electronics and Electrics. Так что подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Ну и до новых встреч на YouTube. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...